Так, например, часть гостиничного комплекса, где жили спортсмены и волонтеры, решено передать очередникам на жилье. Квартиры получат не только жители Сочи, но и других районов Краснодарского края. Что касается другой инфраструктуры, необходимо продумать, как задействовать олимпийские здания, чтобы они не превратились в кладбище спортивных объектов, заметил премьер. Безусловно, блестящая организация Олимпиады, в которой принимали участие, естественно, и все краснодарские силы, ну и тем результатам, которые были достигнуты, всем, безусловно, испытываем гордость от олимпийского наследия, от тех зданий, спортивных сооружений, которые были построены. Но нам нужно понять, каким образом все это использовать. Все спортивные объекты будут использованы по назначению. Это футбольный стадион, 2018 год, чемпионат футбол, большая ледовая арена, где проходили все хоккейные баталии в период олимпийских игр, конечно, в том числе она будет тоже использоваться по назначению. И здесь тоже будет создана хоккейная команда, ТХЛ, айсберг, это будет фигурное шоу проходить, спортивное состязание и так далее. Кокобежный центр. Кокобежный центр, он, безусловно, принято решение, и мы, в общем-то, выступали с инициативой о том, что его переделать в Академию тенниса. Медиа-центр огромный, на 80 тысяч километров метров, там будет уже осенью этого года, в сентябре, под вашим представительством проходить международный экономический форум именно в этой части медиа-центра. А вторая часть будет использоваться как большой мегакомплекс, торговый комплекс, который, уверен, будет в том числе востребован. На будущее курорта также будут работать русский Диснейленд, Сочи-парк, трасса Формулы-1 и в целом весь Олимпийский парк, где планируют организовать экскурсии для туристов. Затраты на содержание олимпийского наследия будут немалыми, и правительство страны готово взять на себя часть расходов, отметил Дмитрий Медведев. Премьер даст соответствующие поручения Министерству финансов и другим федеральным ведомствам. Продолжение следует...